а вот какие такси на кипре в общем мы набираем себе еды и да вообще не вкусно кто на ликероводочный завод первое вино белое сухое 12 градусов а вот вы не заехали на водопады адониса это бухта афродиты то место где есть пены морской те времена когда не было ничего был только хаос вышла афродит вот она европа это на лбу морщина еще ребята приехали с ребенком сколько вашего сына лет нашему сыну 4,5 месяца давайте дадим провокационный вопрос где вам больше нравится в таиланде или на кипре всем большой привет вы на канале вечное лето всем привет и сегодня мы отправляемся на экскурсию кика стродос стоит она 25 евро с человека выезд в 7 50 утра я встала сегодня в 5 часов но спать не хочу вставать было не очень легко но настроение бодрое хорошее я надеюсь что мы проведем классный день увидим много чего интересного и покажем все это вам прогуляемся по графическим улочкам и посетим самую главную достопримечательность киринке это храм честного креста а не в кем кирпича стоит под ее еще она высота еще от салат напиток наконец-то мы добрались до первого места назначения смотрите как выглядит наша группа кстати очень много русских первая наша остановка это деревня где мы будем пробовать калачи всякие другие вкусности здесь можно попробовать различные вкусняшки это правда не наша группа она еще не особо хотел давать орехи здесь кстати хорошую ювелирное украшение город продается серебра на кипре никогда не было золота поэтому все носили серебро девушки с пяти лет учились вышивать кружево есть вот много изделий из кружева шесть традиционных кипрских узоров кружева существует и они вышивали вот кружевные салфетки когда жених потенциальный приходил схвататься к одной девушке к другой он смотрел какая салфетка вышита если она красивая то он уже задумывался о том что стоит наверное взять эту девушку в жены мама встречала жениха показывали свои салфетки и он видя эти работы думал что раз мама хорошо ушивать значит и дочка будет хорошо вышивать а значит безбедная жизнь им обеспечена кружева продавались на кипре принято дочери строить дом муж приходит к жене в дом у нас как женщина приходит мужчине в дом а здесь наоборот но мужчина приходится своим скакуном очень много лавочек уютных где продается оливковое масло оливковая косметика очень популярна сейчас оливковая косметика пилинги оливковое масло дома можно бы здесь купить но сперва нам обязательно нужно найти нашего гида смотрите здесь лежат свечи и при желании вы можете пожертвовать храму пожертвования происходят вот таким образом вы берете пример 20 центов и бросать их вот сюда в этом храме много мощей местных святых а также хранятся священные узы это те веревки которые которыми кресту привязывали иисуса христа и там даже капелька его кровь я сейчас пробую местные калачи какие-то сухарики знаете как у нас раньше булочки отправляли на сухари вот такие же они с виду очень черстые но на самом деле хорошо крошатся во рту здесь такие уютные кафе можно посидеть выпить кофе сказать какие-нибудь местные вкусняшки такое колоритное место и классно то что они разрешают дегустировать здесь различные игрушки и сувениры магниты есть вот это вот вышивка кружева можно купить на подарки родным смотрите вот примеру вот такой бубенок но такие в таиланде продавались ввести такой бубенок отсюда я не считаю прям нужным 450 евро рогатки какие-то мне больше интересны вот такие вещи вышивка 10 евро вот этот можно на стол положить ее правее дать таким теплом уютом берется шелковая нить и лен и на нем вышиваются еще из серебряные нити делают различные украшения очень тонкая кружева получается нить максимально вытягивать чтобы она была прям тоненькой тоненькой много цветов все утопает в делились так красиво чистая ухоженная и в принципе дается много времени чтобы здесь погулять целый час переезд занял час я надеюсь что это самый долгий переезд потому что я не очень люблю автобусы вот мне понравилось на джипы гонять то что они открыты там где ветер в автобусах я спать хочу здесь продается мед орехи домашнее вино оливковое масло потом различные варенья вот смотрите три пакетика орешков кеш стоит 10 евро но 8 12 евро много различных вкусняшек так с этой страны у нас какие-то масла с этой страны тоже может посмотреть один пакет 3 сплэйма смотрите нас ведут в подсобку чтобы попробовать местную кредитную карту если берете от 10 евро сейчас нам надо попробовать еще одно вино это очень крепкая возможно будет вот это вот более подходящая в общем мы решили взять такую штучку попробовать я бы из этой деревни вообще не уходила там дают все пробовать и вино и хлебушек и мягкие булочки и ватрушки и орешечки и все ешь очень гостеприимные люди очень добрые все да и попробовать приятно с ними общаться и и практически все говорят по-русски калимэра калимэра они всем говорят так это наверно здравствуйте сейчас я попробую их полезную сладость она не повышает уровень сахара в крови ее можно есть всем и не откладывается на талии стоит полтора евро вкусно я думала это будет невкусно обычно полезное все невкусно похоже знаете на баунти только не так сладко обалденно как вот какое-то тесто с кокосовой стружкой много-много кокоса все это с каким-то сладким сиропом и вкусом клубники там разные были вкусно правда как баунти тут полезно надо было взять больше мы приехали в монастырь и здесь хранится икона божьей матери написанная при жизни божьей матери и поиск при святой бога богородицы этот монастырь просто пропитывал молитвы и благодатью все стены расписаны все очень красиво в христианском стиле ну просто слов нет описать насколько внутри все красиво расписано хорошо что у нас есть с собой бутылочка воды сейчас старую воду солью и налью водички из источника сейчас светик попробует поделиться очень вкусная и приятная я не скажу что она прям сладкая как сказал нам гид но она такая холодная свежая и она не мягкая не жесткая идеальная и эта вода чудесным образом всегда сохраняет свою прохладу даже если вы нальете бутылку и вечером она будет прохладной обычная вода нагреется а это нет также нам сказали что в ней содержится много сероводорода но она не воняет посещение мужского монастыря при святой богородице окончено выдвигаемся дальше здесь у нас иконная лавка я вижу девушка сейчас что-то рассказывает видимо сейчас там проведут небольшую лекцию Богородица должна видеть кто в наш дом заходит свои силы она не впускает к нам плохих людей ненастоящих друзей или скритых недоброжелателей люди которые к нам приходят с какой-то злости или зависти она не впустит здесь очень большая иконная лавка продается все начиная от икон заканчивая украшениями статуэтка в форме граната рекомендует приобрести эту силу семейного благополучия здоровья достатка например вот такая 65 евро 65 42 евро 25 вот такая маленькая вот можете примерно ориентироваться по ценам попробуйте, девочки, гумандарио а получается они подчищаются, да? да, да это вот священнику хорошо повезти из святых мест вообще здесь тоже большой выбор всяких сладостей, орехов вот от этих сладостей не поправляешься это кокосовый стол и залитый сиропом каким-то из рожкового дерева в командаре большая бутылка стоит 25 евро это мы прошли только половину лавки с этой стороны лавка тоже продолжается мне кажется она бесконечная и и А вот какие такси на Кипре. Просто ездить на Мерседесах, таксует. Здесь еще лавки с орехами, есть орехи на развес, есть уже запакованные все самые вкусные орехи, сташки и макадамия и миндаль, все. Есть в сахаре, есть без сахара, сушеные фрукты, ну прям вот много всего, что можно выбрать, всякие масла, сиропы, варенье. Здравствуйте. Спасибо. Калачи продаются. Есть? Где деньги потратить? Ну смотрите, здесь заканчиваются лавки, буквально проходят несколько метров, резкий обрыв и вид на горы. Чтобы вы понимали, на какой высоте мы сейчас находимся. Мы свыше тысячи метров, 1600 метров. В этом храме столько мощей, апостолов, других святых. Так интересно, столько всего прям лежит. А гид с нами туда не пошла, она просто зашла, показала, где что, где молиться, где свечку ставить, где к мощам приложиться. Ну и пошла. И ты там уже в этом храме сам наедине с собой молишься, просишь. И это очень интересно. Саша говорит, что он никогда не видел столько мощей в одном месте. Там целая комната, и прямо вот много-много-много их разложено. Саша был во многих святых местах у нас в России, и в Святогорске был. И вот здесь он говорит, вот такого я еще не видел. Храмы здесь выполнены в византийском стиле. Все иконы, мощь находятся внутри здания. Здесь монастыри и церкви не похожи на наши, они немного отличаются. А еще там на входе висит большая позолоченная люстра. Это подарок этому храму от Николая II. После посещения храма Кикас у нас проходит обед. Обед не входит в стоимость экскурсии за свой счет. Проходит вся эта трапеза в ресторане неподалеку от храма. Кафе, ресторан, каверна, хотите это называйте. Сейчас посмотрим, какие там цены и что есть из еды. Экскурсия эта недорогая, всего лишь 25 евро. Это самая бюджетная экскурсия из всех, что мы выбрали. Ну и понятно, что еда сюда не входит. В общем, мы набираем себе еды. Смотрите, я взял курицу, пшено, овощи. И все это 110 евро, правильно? Да, если берете мясо, вы можете выбрать любой гарнир, макароны, пшено, овощи бесплатные. Если мясо не берете, то платите за макароны, допустим, 8,50. Вы как не взять мясо? Вот, посмотрите, что здесь есть из еды. Различные подливки, свининка, это курица и даже осьминок с каким-то соусом. Сэндвичи, фрукты, салаты, всякие нарезки, вино. И можно оплачивать, кстати, картой. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас десерты. Джеле, пирожные, какие-то пироги. Цены 3,75-3,25 за штуку. Можно сидеть на улице, можно сидеть и здесь. Также там есть холодильник, можно взять пиво. Сейчас поближе подойдем, покажу, какие здесь цены. Вот, смотрите, баночное пиво 2,80. Вот на бутылочное почему-то нет цены. 3,5 евро. Здесь есть еще овощной набор, салатики. Ну, в общем, есть что поесть. Наш набор обошелся нам в 23 евро. Смотрите, как выглядит сам зал. Достаточно много места для всех. И здесь можно сесть на балкончике с видом на горы. Здесь всего 4 столика. Ну, не высоко, но для тех, кто любит на природе, можно вот так сесть и наслаждаться. Еда вообще невкусная. Курица, видно, что давно лежит. Сухая! Вообще, ну нет у нее никакого нормального вкуса, ни соуса, просто как вот вата. Картошка, наполовину сырая, не до конца сварилась. Вся еда какая-то пресная. Пшено с макаронами и морковкой, но это не вкусно. 10 евро за блюдо и так невкусно. Ну, придется есть, потому что хочется. Это, конечно, минус ресторана, к экскурсии это никак не относится. Но если хотите, можете взять еду с собой. В общем, блюдо Светы стоит 800 рублей. Она говорит, хуже блюда я не ела, тем более за такие деньги. Это провал. Даже не могу его доесть, вот прямо не лезет. Вот это капуста просто на пару. Ни грамма соли, ни грамма перца, вот она никакая. Еще и холодная. Такое ощущение, что здесь монастырская еда. Нет, я думаю, монастыря лучше пытается. Только непонятно, почему это в ресторане такая еда. Мы приехали на винодельню. И сейчас у нас будет дегустация. Кто на ликероводочный завод? Я. В общем, здесь виноград выращивают. Говорят, что это вино продается только здесь. И по выгодным ценам. Говорят, даже если найдется в других местах, то будет дороже. Ну, я, если честно, не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Мы рады вас приветствовать в винодельне Ламбуре, которая здесь находится примерно 350 лет. Если вы посмотрите на дальнюю стеночку, там фотография предыдущего здания. А нынешнее здание выстроено в конце 90-х годов, в 98-м. Под нами есть еще два этажа, где мы готовим вино, где оно лежит на отлежке у нас, наше вино. В частности, в нашей знаменитой командарии лежит там примерно 60 тонн. Здесь у нас дегустационный зал. Мы рады вас приветствовать и предложить вам попробовать несколько вин. Начнем мы с белого сухого вино и продолжим сладкими и сладкими. Итак, перед вами оливковое масло. Это тоже наша оливка. Можно хлебом продегустировать его. Первое вино белое сухое, 12 градусов. Называется оно Сизайдрим, то есть мечта о морском береге. Такое название мы ему дали за его цвет. Посмотрите, он напоминает прям морскую волну прозрачную. Кипрский автоктонник, который здесь родился. Пожалуйста, берите пока. И тоже входит в командарию. Это вино 13 градусов крепости. Охлаждать его не обязательно. Его возродили из одной лозы, которую нашли в Трудосе. Рассаживали все, буквально черенки и зернышки брали. Возродили на сегодняшний день. Этот виноград вывозить с Кипра не разрешают. Ну, наверное, кто-то вывозил. Мара Сефтику. Наверное, кто-то вывозил, но у нас нет сведений о том, что он где-то принялся. Он растет только здесь. Он у нас киприот, патриот. Не хочет больше никуда. 6 тысяч лет только живет у нас. Вино Зена. Очень вкусно. Кстати, друзья, смотрите. Это все русская группа. Так что наших туристов много. Доливают достаточно много. Не то, чтобы так, знаете, чуть-чуть в классическом стаканчике. Ты прям реально пробуешь, напиваешься. Больше даже не надо. Мне понравилось 3 и 4. Я хочу пить за вас. Называли это вино в древности и намо, и мифический нектар, поцелуй Клеопатры. Вот такая есть интересная легенда, что Марк Антоний якобы сказал Клеопатрию... Это самое сладкое. Маловато будет. Это самое сладкое. Марк Антоний якобы сказал Клеопатрию, что это вино такое же сладкое, как твои поцелуи. Вот так его стали называть. Ну, из истории мы знаем, что Марк Антоний подарил Клеопатрию Кипр. Вот, возможно, он выпил и сразу же подарил. Девушки, обратите внимание, чем нужно упрощать... А что вкусно? Скажет Марк Антоний. Мне уже 3,5 градуса. Ну, из 5. Если ее делают 50 градусов, тогда местное население ее называет огненная вода. Мы делаем вариант антибиотик. Только 43 градуса, очень приятная, мягкая. Единственное условие, нужно сказать Ямос и выпить залпом. Что касается цен, смотрите. Зена, она вкусная, полусладкая, 9,90 евро. А Олимпия тоже очень вкусная, 9,90 евро. Это розовое вино, мы его не пробовали, но я думаю, оно очень вкусное. Розовое вино здесь очень вкусное. Эти 3 по 6,5 евро. Действительно, здесь цены нормальные. В общем, экскурсия мне нравится. Мне нравится то, что если проходит дегустация, это настоящая дегустация. Не абы вот столичка на зубок, на язычок. Я иногда не успевала закидывать. Раз, раз. Много всего, очень вкусное вино. Оно только здесь произрастает. Они не кладут сахар, после него не болит голова. Это вино экспортируется. Его не продают в супермаркетах, только в отелях. И авиалинии какие-то крутые себе его закупают. Этот виноград пробовали увозить в Европу, но там он растет, но он не получается таким сладким. Приходится добавлять сахар, и это уже не получается то вино. В общем, прикольно, интересно. И когда мы ехали, нам столько всего интересного рассказали про то, как делают вино, как выращивать виноград. Я не буду вам все это рассказывать, потому что, во-первых, это займет много времени. А во-вторых, я не все запомнила. И в-третьих, вы сами все услышите, когда приедете на эту экскурсию. Но опять же, повторю, эта экскурсия больше для взрослых. Но опять же, смотрите, есть люди, которые берут с собой детей. И ничего страшного в этом нет. Вот тут ребята взяли троих детей сразу. Детей можно брать, но взрослые получат здесь максимальное насаждение. Просто детям, я думаю, будет неинтересно. Эта экскурсия будет интересна взрослым людям, которые хотят узнать историю, культуру, религию Кипра побольше в этой сфере узнать. Которые хотят прислониться к святыням, которые хотят увидеть святые вот эти вот места. Мне это интересно, нам, Саше, это интересно. Если это вам неинтересно, то лучше выбрать какие-то другие экскурсии. Здесь огромный выбор. Я не знаю, вот сейчас мы куда-нибудь поедем или нет. Я уже забыла, что там у нас по программе. И я, если честно, не тот турист, который ходит вечно с программкой. А вот мы не заехали на водопады, а до Ниса. То есть вот как есть, так и есть. Я полностью доверяю гидам, они профессионалы в этом деле. Я просто наслаждаюсь. Мы прибыли в последнее место нашего назначения. Света, что это? Это бухта Афродиты. То место, где есть пены морской. В те времена, когда не было ничего, был только хаос, вышла Афродит. Она ступила на землю. И там, где она ступала, появлялись цветы, деревья. Все такое красивое. Ну, в общем, почитайте миф про рождение Афродиты. Это очень интересно. И особенно интересно, как тут перелазить. Вообще здесь нет спасателей. И это место не создано для купаний. Но вам никто не может запретить здесь купаться. И все туристы купаются. Мы тоже пойдем. Все перелазят. Так что я... Вот она, Европа. У нас ты хоть в досочки поставь. Афродита тоже перелазил. Вот этот вот темный, это камень Афродиты. И есть такая легенда, что если в полнолунию ночью оплыть его три раза, то будешь вечно молодым. Никогда не состаришься. Были две женщины. Пошли купаться ночью. Одна вернулась, а вторую не нашли. Она пришла со всем ребенком. Ну, это Дамгит сказал, естественно, это фигня. Я в это не верю. Но, тем не менее, я умоюсь. Это на лбу морщина уже. От вечного удивления. Может, от вечного лета? И, может, от вечного лета, кстати. Солнце тот еще враг кожи. Здесь такой каменистый пляж. Камни, как на море в Сочи, в Адлере. Вода очень чистая, прозрачная. Вот эти женщины, которые пошли купаться ночью. Я думаю, она холодная вода. Дети там сидят спокойно. Холодная? Ну так, не прям, чтобы лед. Тевчонки купаются, надо привыкнуть просто зайти. Они просто их мучают, по-моему. Мы встретили ребят. Привет, ребят. Расскажи, какого города и как вас зовут? Мы прилетели из Германии. Меня зовут Инна. Моего мужа зовут Олег. И еще ребята приехали с ребенком. Сколько вашему сыну лет? Нашему сыну 4,5 месяца. 4,5 месяца. А в России какая кроша? Как он перенес перелет? Перелет перенес очень хорошо. Весь самолет нам, можно сказать, аплодировал. Ни разу не кричал. Спал, кушал, смотрел. Ребята были и в Таиланде, и на Кипре. Давайте дадим вам провокационный вопрос. Где вам больше нравится, в Таиланде или на Кипре? На Кипре. Да, почему? Ну, не знаю, как так ли мы лучше покажем. Мы уже смотрим из расчета того, что отдых с ребенком. Мы два раза летали. Летали через Абудаби. И, конечно, это 16 часов примерно лететь с пересадкой. Очень долго. Пока с малышом нет. А какой раз вы уже на Кипре? Муж первый раз на Кипре, а я восьмой. А какие здесь, на ваш взгляд, последние вопросы отпущу. Плюсы и минусы. Какие главные плюсы? Почему Кипр? Ну, климат хороший, во-первых. Мы рассматривали для ребенка хороший климат. Плюс, как для меня было важно, что мы выбрали лимассол, потому что там на всякий случай есть детские, как поликлиники, больницы. Потому что маленькие еще и много русскоговорящих. Еда вкусная. Фруктов много. Еда такая привычная, да? Ее можно есть каждый день. А какие минусы? Заметили какие-то минусы? Что мне нравится? Движение не нравится. Движение вообще не нравится. Непривычно просто, да? Если бы было нормально, движение просто... Ну, это дело привычки. Я в Таиланде привык, здесь нормально уже. На машине, да, там ездили? Да. Конечно, тогда нормально. Что еще не нравится? Есть такое? Нет. Нет, наверное, все нравится. Вот облежать. Да, да. Все нравится. Не холодно вам? Нет, не холодно. Только ночью. Ну, малышу из-за того, что малышу холодно. А так хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое. Хорошо, тепло. Спасибо. Здесь есть такой интересный переход. Можно не перелазить, как я, через вот эти бордюры, а по-человечески перейти. Все из камня, так красиво, загадочно. Получаются красивые фотографии, так там мрачно под землей. Еще здесь есть киоск, сувениры, мороженое, кофе. Если хотите, можете купить, но в автобус не проносить. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, наша экскурсия подошла к концу. И настало время поделиться с вами впечатлениями. Мне понравилось. Это такая, ну, относительно недорогая, взрослая поездка, где ты и попьешь вино, и поешь чего-то вкусненького, и посетишь святые места. Вот, как я уже отмечала, нам это интересно, поэтому мне понравилось. Я не жалею, что мы поехали. Как тебе? Мне тоже понравилось. Много интересных мест. Единственная недостатка – это то, что дорога между точками бывает достаточно долгая. Час где-то. Да, бывает от точки до точки час. Ну, немного иногда устаешь, успеваешь подремать в автобусе, отдохнуть, можно музыку послушать. Ну, вот, это единственный минус, мне кажется. Да, полностью согласна. Ну, и то, что автобус – прикольно, когда вот мы на джипах ездили, окна открытые, там ветер в волосах. Но здесь свой плюс – тебя не трясет, не колбасит. Все так вольготно, спокойно. Информация льется вот так вот, знаете, не напряженно. У тебя мозг не лопается от перезбытка информации. От большого количества людей. Все очень, ну, вот так вот, приятно, спокойно. Вот, мне кажется, в стиле киприотов эта экскурсия. Если вы ездили на эту экскурсию, то поделитесь впечатлением в комментариях. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что мы будем снимать еще много интересных выпусков про Кипр. Мы еще не уезжаем. Заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Инстаграм. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!